Слушайте доктора. Ну вот туберкулез, болезнь коварная, и вот характерного портрета больного человека я нарисовать не могу, потому что на первых стадиях заболевания какие-либо клинические проявления этой болезни отсутствуют, и человек долго не понимает и не знает о том, что он болен. В поздних стадиях уже заболевания, конечно, появляется клиническая симптоматика, то есть пациент, больной человек начинает жаловаться на кашель, чаще всего это сухой кашель, без мокроты, слабость, немотивированная утомляемость, усталость, плохо справляется со своими обычными физическими нагрузками, худеет, плохой аппетит. А какой промежуток времени проходит между ранними стадиями и поздними, когда мы видим уже очевидные признаки того, что человек болеет, даже пока еще не поняв чем? Ну, промежуток может быть достаточно приличный, от полугода до года, полутора лет, двух лет, все будет зависеть от состояния иммунной системы, насколько ослаблен человек. От полугода до двух лет может пройти. Да, да, может быть так. И мы не знаем, на самом деле, болеем мы или нет. Не знаем. Узнаем, когда появляются жалобы, жалобы серьезные, но уже при обращении пациента с этими жалобами изменения в легких очень значительные и требуется очень длительное лечение, лечение серьезное, требующее достаточно длительного времени. То есть вот кашель, да, извините, кашель и мокрота, это то, что мы ассоциируем с туберкулезом, да? Не всегда это так. А почему? На ранних стадиях никаких клинических проявлений туберкулеза не бывает. И кашель появляется уже в поздних стадиях, когда есть распад легочной ткани. Да, вот я про это и говорю, что как раз. Да, да, да. И когда мне говорят туберкулез, я себе представляю такого худого, чахлого человека, который кашляет с кровью, да, вот эта вот чахотка у него из классики, если вспомнить, да, из старых времен, чахотка у него, кашляет с кровью, и вот это туберкулез. До этого времени, как мы понимаем, может пара лет уже пройти. Распознать без специальных анализов, о которых мы поговорим, мы не можем. Совершенно верно. Мы не можем. И вот вы говорите, что когда человек уже кашляет, а не дай бог, и с кровью, это уже серьёзный распад лёгкого, да, поражается тканей лёгкого. Вот давайте прямо вот с этого момента, да. И этот момент серьёзного поражения, он чем характеризуется? То есть насколько сильно поражены лёгкие, и насколько, возможно, обратим ещё процесс? Когда человек начинает кашлять, а тем более появляется кровохарканье или лёгочное кровотечение, тогда уже процесс зашёл очень далеко. Появляются полости в лёгких, и если даже мы начинаем лечение и излечиваем пациента, то полноценных лёгких уже не будет, даже при излечении. То есть эти полости в лучшем случае зарубцуются, но на месте полостей появляются грубые изменения в органе, или в лёгких, или в другом органе, который может тоже быть поражён туберкулёзом. И функциональные возможности, конечно, этого органа уже снижаются. А что, не только лёгкие поражаются туберкулёзом? Конечно, конечно. Туберкулёзом может поражаться любой орган. Есть выражение такое, что туберкулёзом болеют все органы, кроме волос и ногтей. Все остальные органы могут быть поражены. Это тоже открытие для меня. И печень, и почки, и мозг. Включение почки. У нас есть отделение для нелёгочных форм туберкулёза. Тяжёлая форма туберкулёзный, менингит может быть, да. И точно такое же влияние, то есть отмирает большая часть тканей. Да, да. Там, где было туберкулёзное воспаление, там необратимые уже изменения в органе происходят, и функциональные возможности этого органа, конечно, снижаются в дальнейшем. Даже при излечении уже пациента орган будет функционально неполноценный. Что является причиной заболевания? Причиной заболевания является микобактерия туберкулёза. Это микроорганизм, открытый Робертом Кухом. В 1882 году он сделал свой доклад на Берлинском физиологическом обществе 24 марта. И вот поэтому 24 марта у нас Всемирной организации здравоохранения объявлен как День борьбы с туберкулёзом. То есть вот эта вот бактерия, как она попадает в человека? Основной путь заражения – это воздушно-капельный. То есть от больного человека при кашле, при разговоре, при чихании выделяется с мокротой, с частичками слюны микобактерии туберкулёза. В воздухе образуется такая взвесь из капелек мокроты. Эта взвесь какое-то время висит в воздухе, потом оседает на горизонтальной поверхности, в пыль, в почву. С током воздуха, потом с движением воздуха, вернее, снова поднимается вверх, снова создаётся аэрозоль. То есть она долго живёт вообще? Бактерия очень устойчива в окружающей среде. Да, она может от полутора до двух месяцев, до трёх, до шести месяцев. То есть вот прошёл больной человек, оставил свой след, и до полутора-двух месяцев бактерия живёт и ждёт свою жертву. Смотря какие условия, она очень чувствительна к солнечному свету, к ультрафиолету. То есть это воздействует губительно, достаточно быстро, достаточно получаса солнечного света, 15 минут ультрафиолета, чтобы убить микобактерию туберкулёза. А вот в тёмных помещениях, влажных, сырых, запылённых, где не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, не проветривается помещение, много пыли, там, конечно, микобактерия может месяцами жить. Вот говорят, в общественном транспорте легко заразиться. Ну нет, это не так, это не так. Мне просто интересно, а какие-то специальные профилактические мероприятия с общественным транспортом проводят сами транспортники для того, чтобы... Влажная уборка, я вижу, захожу, когда в транспорт проводится влажная... С какими-то специальными химическими веществами? Нет, вряд ли они просто влажную уборку проводят. Достаточно просто протереть? Ну, во-первых, очень важно проветривание, то есть, когда заходишь, конечно, в автобус, где всё наглухо закрыто и некомфортно себя даже эмоционально чувствуешь, да, всё-таки должны быть форточки приоткрыты в транспорте, когда эта погода позволяет, конечно. Да, Татьяна Владимировна, как у нас часто бывает, вот лето я себе представляю в автобусе или в троллейбусе, закрыты все люки, все окна, люди едут, дышать тяжело, но стесняются попросить проветрить помещение, что называется. Я думаю, что не нужно стесняться. Вот я раньше тоже, я вставала и самостоятельно открывала люки, но вижу, как люди сидят и прям потеют, им жарко и плохо, в полуобморочном состоянии, а, видимо, кондуктору не до этого совершенно, ну или она уже привыкла, например. Хотя по правилам наверняка необходимо проветривать. Да, конечно. А вы какие-то, вот, кстати говоря, с работниками общественного транспорта проводите специальные лекции? Нет, нет, нет. Обратите внимание на это, потому что там концентрация, мне кажется, вот как раз людей разных, всяких, и нет полной уверенности, что, ну, все гигиенические правила соблюдаются. Ну, я надеюсь, что на конечных остановках автобуса всё-таки влажная уборка проводится, я иногда езжу с конечной, вижу, что уборка произведена, и всё-таки определённое проветривание есть. Ну, а пассажирам надо сказать, что не нужно стесняться, если вы чувствуете, что душно, да, в помещении транспорта, то нужно попросить открытие окна и проветрить. Понятно, живучая очень эта микобактерия, и солнце нас лечит, поэтому, собственно говоря, к солнцу и отправляли чахоточных больных в своё время, и сейчас, наверное, до сих пор отправляют. И не только ведь к солнцу отправляют, ещё и туда, где есть здоровый там какой-то лесной воздух, там сосновый бор, например, да, тоже как-то вот влияет на бактерию? Первый противотуберкулёзный препарат появился в 1944 году. До этого чахотка была, и это был большой бич и для Европы, и для России в конец 19-го, начало 20-го века. И пациентов ведь лечили хорошим питанием, климатом, кто мог выехать в южный берег Крыма, Италия, Капри, Альпы, горные санатории, уже диспансеры тогда были. Вот лечили хорошее питание, отдых, климат, то есть эффект от лечения был определённый вот этими факторами. Но не стопроцентный? Нет, конечно, эра лечения туберкулёза началась вот с открытия стрептомицины в 1944 году. В 1944 году. Вот открыли этот стрептомицин, и что? Как его применяли? Инъекционный препарат. Это в момент, когда человек уже болеет, к больному применяли этот препарат? Да, применяли к больному, и этот препарат работал. Сейчас, к сожалению, нужно 4, 5, 6 препаратов назначить пациенту. В то время одним стрептомицином спасали жизни. Я не поняла тогда, о чём сейчас речь. Почему одним стрептомицином можно было вылечиться, а теперь 4 препарата нужно назначить? Микобактерия туберкулёза, как любой живой организм, она стремится приспособиться в окружающей среде. И на заре применения стрептомицина чувствительность была высокая, и он эффективно действовал стрептомициной. Это как привыкание к антибиотикам возникает? Да, да, то же самое привыкание к микобактерии туберкулёза. Происходят мутации, сейчас это большая проблема, лекарственная устойчивость. То есть есть такие формы туберкулёза, которые устойчивы к абсолютно всем известным противотуберкулёзным препаратам. И мы отброшены буквально на заре опять начало лечения туберкулёза, когда нечем было лечить. У некоторых пациентов, к сожалению, лекарственная устойчивость развивается. Так, ещё раз. Давно я, видимо, про туберкулёз не читала и не слышала. Ещё раз. То есть лечится сейчас туберкулёз несколькими препаратами в связи с тем, что бактерии мутируют. А учёные всё время работают над разработкой новых препаратов, именно потому что бактерии мутируют. И сейчас появляются такие формы туберкулёза, которые лечить нечем. Есть такие случаи с тотальной лекарственной устойчивостью. То есть сейчас уже есть понятие множественная лекарственная устойчивость. Буквально 4 года тому назад появился термин широкая лекарственная устойчивость. Что дальше будет? Какая ещё лекарственная устойчивость? Какой термин мы найдём, но есть пациенты такие с тотальной лекарственной устойчивостью. То есть это значит, что все лекарства, которые сейчас известны, запретены и применяются, не воздействуют на эту конкретную бактерию этого конкретного человека? Противотуберкулёзные препараты были, начиная с 1944 года, изобретены. Очень многие основные препараты, наиболее эффективные. Вот в 60-е годы были предложены, и очень долгий период времени новых препаратов не производилось. Потому что с успехом, в общем, боролись. Применялись, да, применялись. И вот такой феномен возник. И мы несколько лет назад были, в общем-то, ну вот в растерянности, чем же лечить. Но, тем не менее, вот за последние годы появились всё-таки новые препараты. Учёные работают, и появился бидоквилин у нас, перхлозон, отечественный препарат новый. То есть и разработки идут. То есть возобновили работу над производством новых препаратов. То есть да, перспективы для нас есть. Мы, в общем-то, с уверенностью смотрим в будущее, что препараты всё-таки будут. Они появились, да. Татьяна Мясникова, заместитель главного врача по лечебной работе Кировского клинического противотуберкулёзного диспансера. У нас в гостях мы говорим о том, как распознать туберкулёз и о современных методах его лечения. Ну, если говорить о лечении, мы понимаем, что учёные, слава богу, работают над препаратами. И болезнь действительно, болезнь мутирует, изменяется. Не только туберкулёз, так практически по всему ряду посмотреть, если болезнь, и так происходит. И, слава богу, появляются новые препараты. Когда человек попадает к вам в руки, вот уже с выявленным туберкулёзом, а как выявлять чуть попозже, скажем, да, там, медицинские способы, методы и профилактировать. Попадают к вам в руки. Вот у него установлен туберкулёз. Что происходит дальше с ним? Больной у нас находится... А он всегда изолируется от общества? Нет. Малая форма туберкулёза могут лечиться амбулаторно. Если человек социально адаптирован, хорошие жизненные условия, он нормально дома питается, нет маленьких детей, то он может лечиться или в санатории, начинать уже сразу лечение с малыми формами туберкулёза. Есть у нас местный санаторий. Что значит малая форма туберкулёза? То есть ограниченный процесс без выделения микобактерии в окружающую среду с мокротой. То есть он ещё не кашляет? Да, пациент хорошо себя чувствует. Такая форма туберкулёза, как правило, выявляется при профилактическом осмотре, флюорографическом. И даже со взрослыми может вместе находиться в одном помещении, а не покидать свою семью? Да, да, да. И без угрозы заражения своих родственников? Ну, если маленькие дети есть в семье, конечно, мы стараемся начать лечение в стационаре. Если только взрослые, то, в принципе, человек может дома амбулаторно лечиться. Есть ли благополучные условия жизни? Да, да, да. Но в основном, конечно, мы стараемся госпитализировать, чтобы подобрать правильную терапию, обследовать необходимый минимум обследования, провести в стационаре. Так, в общем-то, удобнее будет и пациенту, и нам. И если мы подобрали лечение, видим, что пациент хорошо переносит препараты, то, в принципе, он может лечиться дома. Но таких немного, конечно. В основном у нас пациенты начинают лечиться в стационаре, проходят определенный этап лечения. Дальше пациент имеет возможность поехать в санатории. Есть федеральные санатории климатические. Где они находятся? Очень много федеральных санаторий в различных климатических зонах. Есть горные санатории в Карачаево-Черкесии. Есть в Геленджике санаторий, Голубая бухта у моря. Есть в Ленинградской области санаторий. В Башкирии есть горные санатории. А у нас какие-то санатории приспособлены для этого в Кировской области? Есть два санатория для взрослых на реке Быстрица и, подъезжая к Порошину, Талица, детский санаторий. А прохождение санаторного лечения обязательно для человека? Желательно. Желательно, конечно. К сожалению, не все пациенты соглашаются. В силу разных причин. Но они доступны, это лечение? Это платное лечение или оно входит в систему страхования? Все лечение больных туберкулезом бесплатно и на стационарном этапе, и на амбулаторном этапе. А пациенты бесплатно получают противотуберкулезные препараты и гипотепротекторы. Что касается препаратов, а все-таки места в санаториях, например, хочу в Геленджик? В федеральных санаториях для каждого субъекта выделяются определенные места. Квота? Да, и всех, конечно, мы не имеем возможности. У нас в Геленджик одна путевка выделена, нет, в месяц. В месяц, да. Одна путевка в месяц. В местный санаторий никаких ограничений, пожалуйста. Вот так вот по всем санаториям, которые разбросаны от Алтая до Геленджика по одной путевке в месяц? Нет, 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 это вот только в Геленджик, в горный санаторий, в Карачаево, Черкесию вполне реально. Некоторые пациенты проезд платный. За свой счет? За свой счет, да. И это некоторым мешает? Это некоторым, конечно, не могут себе позволить. В местный санаторий доступны, никакой очереди. И мы можем не только пациента отправить в местный санаторий, но и членов семьи. Почему? Это и по их желанию, или по вашей рекомендации нужно проходить? Конечно, нужна и наша рекомендация, и желание членов семьи. Но они там зачем находятся в санатории, чтобы сопровождать больного, или все-таки, чтобы самим тоже укрепить свой иммунитет, подлечиться? Чтобы самим подлечиться, укрепить иммунитет. Предотвратить возможное заболевание. Потому что они находятся в контакте с больным туберкулезом, и есть случаи заболевания контактных, контактных по семейному контакту. И это тоже, вот этот семейный такой абонемент в санатории, это тоже как-то по системе ОМС проходит? Нет, это тоже бесплатно, без системы ОМС, это из областного бюджета финансируется. Как долго человек, который уже приступил к лечению, лечится? Минимальный срок лечения, общий стационар плюс амбулаторно, это примерно где-то 6 месяцев. И есть вот эти тяжелые формы туберкулеза с лекарственной устойчивостью, здесь лечение 2-2,5 года. Вот так, если мы прикинем, что болезнь начинает развиваться от полугода до 2 лет до выявления, да, то мы при самом коротком лечении 6 месяцев, это может до года занять лечение при раннем выявленном туберкулезе. А при тяжелых стадиях, да еще на поздней стадии, если выявляется, то и 4 года может занять лечение, да? Нет, ну с момента выявления, то... Болезни имеется в виду, длится может и до 4 лет, и может даже и больше. Минимум лечения это где-то 6 месяцев, максимум 2, а то и больше. Есть хронические формы туберкулеза, где пациенты вынуждены лечиться практически постоянно. Всю жизнь поддерживать. Ну а процент вообще из лечения туберкулеза насколько велик сейчас? Если пациент не отрывается от лечения, а к сожалению, это у нас большая проблема от отрыва. При идеальных условиях человек лечится, всю терапию получает. При идеальных условиях 100% мы вылечим, конечно. То есть он излечим сейчас туберкулез абсолютно. И основной бич, который все-таки не дает нам 100% излечения, это отношение самого пациента к лечению. Что заставляет человека не соблюдать правила, подписанные врачом? Какие причины наиболее часто встречаются? Во-первых, конечно, часто болеют это социально дезадаптированные у нас пациенты с вредными привычками, скажем так, да, злоупотребляющие алкоголем, спиртосодержащими жидкостями, наркоманы. Поэтому отрывы во многом случаются из-за этого. Но вот тут очень важно сказать, что все-таки алкоголизм и люди, которые привержены употреблению наркотиков, это небольшой процент. Но это совершенно не значит, что человек, который абсолютно живет в идеальных условиях, не может заболеть туберкулезом. Кто угодно может заболеть. Кто угодно. Не зависит от социального статуса, от материального достатка. Были у нас пациенты, есть совершенно социально адаптированные, работающие, имеющие семью, но тем не менее болеющие туберкулезом. В общем, вывод хороший, то есть новость хорошая, что туберкулез лечится практически 100%, если мы следуем определенным правилам. Уж если заболели, то полностью следуем подписаниям врача, получаем лечение, и медикаментозное, и санаторное лечение, и тогда в безопасности. И человек, который заболел, и его окружение. Так, теперь насчет раннего выявления форм туберкулеза. Ну, то есть, когда уже закашлял с кровью, деваться некуда. Человек идет или его ведут к врачу. Как до такой степени не довести болезнь? Как сейчас выявляют туберкулез на ранних стадиях? У детей на ранних стадиях туберкулез выявляется с помощью иммунологической диагностики. Манту. Всем деткам, да, делается реакция манту, о которой все знают. Но сейчас появился еще новый диагностический препарат, это диаскин-тест. Они равноценные? Не совсем равноценные. То есть, большая специфичность у диаскин-теста, он может нам помочь, нам, врачам-фтизиатрам, отдифференцировать, может быть, немножко умно скажу, поствакцинальную аллергию от инфекционной аллергии. То есть, отдифференцировать пробу манту, скажем, плохая, это из-за того, что ребенку сделана прививка БЦЖ, или ребенок инфицирован микобактериями туберкулеза. Диаскин-тест позволяет нам вот эти вот вопросы решить. И диаскин-тест сейчас делается всем детям, начиная с 7-летнего возраста. То есть, от года до 7 лет мы делаем пробу манту, а с 7 лет мы делаем диаскин-тест. Это по месту жительства, в поликлиниках детских, ежегодно. А почему мы от года до 7 делаем все-таки манту, а не диаскин-тест? Ну, нужно нам еще посмотреть угасание поствакцинальной аллергии. То есть, все мы знаем, что детям в роддоме делается БЦЖ-прививка, которая защищает ребенка от тяжелых форм туберкулеза. 100% она защиты не дает, но если ребенок и заболевает, он заболевает не тяжелой формой туберкулеза. Поэтому это защита БЦЖ. И в 7 лет, если проба угасла, она имеет тенденцию с годами угасать, ребенку нужно сделать ревакцинацию, то есть снова прививку БЦЖ сделать. И вот проба МАНТУ позволяет отследить угасание и решить, нужно ребенку в 7 лет сделать ревакцинацию, или уже не нужно. Ребенок инфицирован, встретился где-то с этой инфекцией, и уже прививка такому ребенку не нужна. В нашей стране, как правило, уже к подростковому возрасту все инфицированы микобактериями туберкулеза, поэтому взрослым уже прививку не делают. А способ выявления туберкулеза у взрослых – это профилактическое флюорографическое обследование. Которое нужно проходить как часто? Проходить нужно. Здоровые проходят раз в два года. Те группы, которые население имеет факторы риска по туберкулезу, должны ежегодно проходить флюорографию. А есть группы населения, которые и два раза в год проходят флюорографическое обследование. Это какие группы? Ну, афтезиаторы, работающие с больными туберкулезом. Те, кто болеет. Те, кто в контакте находится бытовом с больным туберкулезом, лица, находящиеся в местах лишения свободы, и пациенты, имеющие ВИЧ-инфекцию. Что касается лиц, находящихся в местах лишения свободы, они получают в полной мере лечение от туберкулеза сейчас? Да, обеспечена система ВСИН противотуберкулезными препаратами, они в таком же объеме получают. Лечатся там, на местах? Лечатся там, да. Специальные больницы в этой системе есть, где пациенты получают лечение. Высок процент заболевших туберкулезом, болеющих туберкулезом в местах лишения свободы? Ну, он выше, чем в гражданском секторе, но тоже имеет тенденцию к снижению. Вот, теперь о тенденциях. Потому что я посмотрела отчет, пресс-релиз, который выпустили к очередному тематическому месячнику. Вот он стартовал, и приурочен он как раз 24 марта, напоминаем еще раз, когда Роберт Кох выступил с заявлением об открытии возбудителя микобактерий туберкулеза. 24 марта, всемирный день борьбы с туберкулезом. И сейчас в Кировской области проходит тематический месячник, Министерство здравоохранения посвятило его профилактике туберкулеза, и проводится масса всяких мероприятий, о которых мы скажем. Но вот в конце этого пресс-релиза я прочитала, что у нас в Кировской области есть хорошая тенденция к снижению, которая показывает, что у нас есть снижение заболеваемости. В связи с чем это такая хорошая тенденция у нас образовалась? Здесь работает и федеральная программа, то есть из федерального бюджета было поставлено нам 3 года тому назад оборудование лабораторное для ранней диагностики туберкулеза и определения вот этой лекарственной устойчивости быстрой. Поступают противотуберкулезные препараты, то есть федеральный бюджет или субвенции выделяет на закупку противотуберкулезных препаратов, или поставляет противотуберкулезные препараты. Областные деньги выделяются для региональной льготы больной туберкулезом, то есть для амбулаторного лечения бесплатного больных туберкулезом тоже выделяются средства. Ну и не могу сказать поблагодарить коллег-фтизиаторов, и врачей, и медсестер, и санитарочек. То есть это и их заслуга в том, что показатели снижаются. То есть вот эта программа, которая три года назад началась, по более активному раннему выявлению туберкулеза, она сразу практически дала свои результаты. Мы каждый год видим снижение количества заболевших. Хорошо, тогда давайте о месячнике поговорим. Какие мероприятия на этот месяц запланированы? Что вы делаете, на что обращаете внимание? У нас выезды в районы области. Наши специалисты выезжают в районы с лекциями, консультацией пациентов при необходимости. Обучающая конференция вчера была проведена с врачами общей лечебной сети, нашими специалистами. Врачи общей лечебной сети – это кто? Терапевты в основном. Это врачи на местах, да? Семейные, да, врачи. Поликлиники. Поликлиники, то есть методы раннего выявления туберкулеза были озвучены вчера докторам. Они, в принципе, все это знают, но мы еще раз напомнили о том, что необходимо, какую работу проводить. Ну вот и будет, значит, прямая линия телефонная, главный внештатный афтезиатор Министерства здравоохранения Слав Геннадьевич Новиков 24 марта будет проводить прямую телефонную линию для населения по вопросам профилактики туберкулеза. С 2 до 3 часов дня по телефону 38 13 23. 38 13 23. А вот кто звонит вообще на эту горячую линию? Звонит население, люди, которые, в общем-то, заинтересованы этой проблемой, какие-то вопросы по здоровью возникают. То есть звонки есть, и всегда Вячеслав Геннадьевич, в общем-то, подробно отвечает на эти вопросы. Это хорошо. Да. Вот самое важное, о чем вы сказали, это то, что у нас педиатры и терапевты на местах, они находятся там, да, вот есть настороженность по поводу туберкулеза, и они обращают внимание. Потому что, конечно же, в первую очередь человек попадает в их руки. И особенно если человек не плюет на свое здоровье, а проходит регулярное обследование, которое у нас положено, да, по программе государственной, то, скорее всего, у него не случится такого, что он будет кашлять, да еще и с кровью. Это, на самом деле, очень важно. Я тут нашла цифры, которые вот есть в пресс-релизе по поводу заболеваемости населения Кировской области. В 2015 году 5,7 на 100 тысяч населения, да, 5700 человек на 100 тысяч населения заболели. За 2016 год уже 4200. Правильно я понимаю? Нет, нет, нет. А что это? Заболели? 5,7. Есть в 2015 году. Впервые выявлено в этом году у нас в городе Кирове 123 человека, по области 433. А это 5,7% на 100 тысяч населения получается тогда, да? Количество пациентов с активной формой заболевания снижается, и смертность от него. Если в 2015 году она составила 5,7 на 100 тысяч, это что за цифры такие? Это смертность. Это смертность. Да, это смертность на 100 тысяч населения. Это смертность на 100 тысяч населения, и она снижается? Да, 4 на 48% смертность снизилась. Это дорожная карта, это мониторируемый показатель. Мы за этим показателем серьезно следим, и, в общем-то, очень рады такому значительному снижению. И смертность в Кировской области значительно ниже, чем по Привозскому федеральному округу и по Российской Федерации. Мы, в общем-то, твердимся этим. Да, Татьяна Владимировна, а еще, пожалуйста, расскажите нам про флюорографию, потому что у многих до сих пор в представлении, что это облучение, и что это очень вредно. Сейчас цифровые флюорографы, это малодозовые флюорографы, и, в общем-то, вред здоровью практически никакой. Гораздо больше вред будет нанесен здоровью, если человек не будет проходить необходимые сроки профилактического флюорографического обследования. Поэтому флюорографии бояться не нужно, и нужно вовремя проходить. Ну вот вовремя, Вы уже сказали, если человек здоровый, без подозрений, то мы раз в два года проходим флюорографию. Если есть заболевание или Вы в группе риска, например, общаетесь с больным человеком, то раз в год, а то и два раза в год. А дети? Дети как часто проходят флюорографию? Нет, дети у нас подростки только начиная с 15-летнего возраста проходят флюорографию, а вот диагностика ранее туберкулеза у детей и подростков. Это реакция МАНТУ. Да, да, реакция МАНТУ и диаскин-тест. И диаскин-тест. Ну вот разбрались. Хорошо, хорошо. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о туберкулезе и говорили об этой болезни с Татьяной Мясниковой, заместителем главного врача по лечебной работе Кировского клинического противотуберкулезного диспансера. Я надеюсь, что информация была полезной, по крайней мере, я себе представила, вот какие этапы проходит человек, где и как он лечится, какие проблемы сейчас стоят перед медициной в отношении мутации этой бактерии, и что должен делать родитель самое главное, у которого есть дети, дошкольники и школьники, и как относиться к реакции МАНТУ и диаскин-тесту. Потому что история с тем, прививать или не прививать, она ведь, наверное, и этих касается вещей. Да, есть родители, которые отказываются от постановки пробы МАНТУ, но не совсем понимают, что это путают с вакцинацией. Не нужно бояться пробы МАНТУ. А как тогда иначе? Вот если ребёнку не ставят пробы МАНТУ, как тогда выявить? Да очень сложно бывает выявить, конечно. Только уже по внешним признакам каким-то? Конечно, ребёнок начинает капризничать, вялым становится, отстаёт в весе, плохо кушает. Но ведь эти симптомы, они специфичны. То есть они могут сопровождать любое заболевание у ребёнка. И поэтому не пропустить туберкулёз – это очень сложно. И ребёнок, конечно, имеет ещё неокрепшую иммунную систему. И туберкулёз у детей может очень в тяжёлых формах протекать в виде туберкулёзного менингита. И если возникает такое заболевание, то для ребёнка справиться уже с туберкулёзным менингитом ребёнок не может. Это туберкулёз головного мозга. Да, это летальный исход чаще всего. Поэтому пробу Монту, конечно, нужно обязательно делать и не отказываться. Да, но вот я что-то либо не знала, либо я забыла, что туберкулёз поражает не только лёгкие, но и любой другой орган человеческого организма, кроме ногтей и волос, как вы сказали. Да, поэтому нужно быть настороже, выполнять все предписания медиков и слушать доктора. Например, в нашей программе, и я благодарю нашу сегодняшнюю гостю Татьяну Мясникову, заместителя главного врача по лечебной работе Кировского клинического противотуберкулёзного спонсора. Ещё раз, 38 13 23, номер телефона горячей линии, который будет работать 24 марта с 2 до 3 часов дня в Министерстве здравоохранения, консультацию будет проводить врач Вячеслав Новиков. А так вообще в поликлинику, на флюорографию, на все необходимые обследования ежегодно мы всегда направляем наших слушателей. Всё это доступно, всё это возможно сделать, и главное – заботиться о своём здоровье и быть здоровым. Спасибо и до свидания. До свидания. Слушайте доктора! Субтитры подогнал «Симон»